Проверку отремонтированных дворов по программе формирования комфортной городской среды продолжают сами жители. Их задача тщательно изучить, качественно ли поставили игровое и спортивное оборудование, хорошо ли кронировали деревья. В этом дворе на улице Богдана Хмельницкого жители очень активные. Их проект на 2 миллиона 800 тысяч рублей включал большую детскую площадку. Теперь сюда ходят играть ребята со всего района. Довольные пенсионеры. Одним бабушкам пришлись по душе лавочки, другим спортивный инвентарь. Мы в свое время собирались с тем двором, три дома у нас, как видите, и решили, что две трети мы отдаем под детскую площадку и одну треть отдаем под парковочные места. Здесь была площадка очень маленькая, здесь деревья снесли, вернее выкручивали, заасфальтировали, площадка увеличилась и с той стороны дома сделали площадку. Причем сделали очень быстро, качественно. Мы очень довольны идти. Двор на улице летчика Захарова мы снимали в самом начале действия программы. Тогда подрядчики на место только вышли. Рассмотреть окружающий пейзаж было невозможно из-за зарослей травы и кустарника. Озеленителям пришлось попотеть. На их работу пришлось 80% от общей суммы. Все, весь слой здесь все сносили, все убирали, трактора работали, машины работали. Очень много народу было. Ребят, девчонки ходили, все смотрели. Потом озеленители тоже ходили. И все прекрасно сделали. Вырубили старые деревья, вырубили сухие деревья. Насажали свежих, красивых кустарников, вот видите сами. Сделали клумбы, лавочки. Все замечательно, все красиво. Зимой под снегом ничего не видно, но подрядчики уверяют. И газон взойдет с первым солнышком, и аккуратные кустарники распустятся. Здесь высадили орешник. Ремонт во всех 24 дворах, вошедших в программу, завершен. Сотрудники мэрии подводят итоги работы. Подрядчики в целом отработали, я считаю, неплохо. Можно поставить оценку удовлетворительно. Кто-то сделал очень хорошо. Даже у одного подрядчика были дворы замечательные, были какие-то замечаниями. Тут это нормальная история. Но необходимо отметить, что большинство все-таки своевременно устраняло замечания, которые делались как нами, так и уполномоченными от лица жителей. Чиновники напоминают, если жители остались недовольны произведенным ремонтом на придомовой территории, им необходимо обратиться в управление благоустройством мэрии. Там возникшие вопросы попробуют решить. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.